Допускаю, что может показаться, что я куда-то запропастился и целый месяц бездельничал. Но это не так. В январе на меня свалилась целая куча дел. Во-первых, на регулярной основе мы с Ксюхой занимались спасением космозаек по всем уголкам галактики. Космозаек. Ой, вниз лучше не лететь. Также нельзя было оставить без внимания зараженные паразитами лаборатории. Что ты делаешь, дед? Которых просто необходимо было проводить ежедневные зачистки. Блять! Сиромирусу пизда, мне два прилетают. Сука! А как же подземелья Халлоу Неста? Сука, я столько нервов не потерял. Пройти их от начала и до конца я воспринимал как свой личный долг. Поэтому февраль, первое видео в 2018 году. А финальная часть про томогавка. Поехали. Сейчас будем крафтить чехол. Потому что чехол нужен и без него просто никуда. Да, и в портфель может. И самое простое. И вот этого хватит. Ну я понял, да? Ты понял, да? Да. Изначально идея была такова. Сделать оригинальный рабочий топор из ненужного материала. Отступать от нее не будем. Поэтому изготовим самые простые, но при этом надежные ножны. Из обрезков довольно мощного чепрака. Его главная функция заключается в том, чтобы полностью закрывать лезвие топора. И все. Без всяких креплений и каких-то дополнительных опций. Сразу говорю, я с кожей вообще никогда никаких дел не имел. Поэтому мне ничего не остается, кроме как наблюдать за тем, как рама с легкостью нарезает заготовки и периодически поддагивает. Короче, тут смысл такой. Три слоя кожи. В одном из них выбираем форму нашего томогавка. Соответственно, этот кусок располагается между двумя остальными. Теперь их следует хорошенько проклеить. Ну что, погнали нахуй, блядь, давай доделаем чехол. Это, разумеется, будет не единственный скрепляющий элемент. Все три части будут сшиты между собой. Но для начала желательно все-таки их проклеить, чтобы они хоть как-то держались друг с другом. Клей схватился, и можно двигаться дальше. Используем билочку, чтобы ровно разметить шаг шла. Проткнуть иглой все это просто нереально. Поэтому просверливаем каждое отверстие, чтобы потом без всякого труда протянуть капроновую нить, которую мы предварительно завощим. Теперь ей все нипочем. Сшивать будем сразу двумя иголками, которые пойдут навстречу друг другу. Фиксируем узлы фурнитуры и поехали. В этом деле главное стягивать шов максимально туго. Чтобы ничего не болталось, ну, я думаю, это и так все понятно. В принципе, ничего сложного. Первая примерка. Сидит как надо. Пришло время убрать все неровности, и шлейфмашинка как нельзя лучше подойдет для этого. После того, как прошлись по всем острым углам, чехольчик стал округлым и тактильно более приятным. Но и это еще не все. Чтобы придать влагоустойчивости, хорошенько пропитываем его воском. Плюс тонировочка бонусом идет. На мой взгляд, чем темнее, тем лучше. Процедуру можно повторять несколько раз. В идеале до того момента, пока весь чехол не будет равномерно пропитан. Также ващение сделает ножны более твердыми. В данном случае это полезная характеристика. Теперь топор можно брать с собой на вылазке. И не переживать за целостность своего рюкзака. Я стараюсь большую часть свободного времени проводить на природе. Считаю, что это один из лучших способов по-настоящему отдохнуть и набраться сил. Ведь все вокруг располагает как-нибудь. Ну, конечно же, я в январе не только в видеоигры играл, но и довольно много рисовал, в том числе и на заказ. Вот, например, разготовил такую любопытную лавочку для амбитации. Помимо того, что подобная штука имеет непосредственно прикладное значение, также она способна, интересно, дополнить интерьер дома. Так что, если у вас появилось желание стать обладателем лавочки или портрета, обращайтесь в группу. Там можно посмотреть на мои работы, ну и поделиться своими. Стена в группе всегда открыта. Заливайте, не стесняйтесь. Также чекайте Инстаграм. Там постоянно свежие новости, ну, эксклюзивчики всякие. Как дела там, да, нормально. Слушай, бля, ты что, в лесу, что ли? Я такой, блядь, как он услышал, птицы поют или что, или деревья шумят?